Было. Я ходила на двух костылях. Вы шли на двух? Сюда пришла на двух. А сейчас на двух ходите? На как своих? Хожу на двух ногах. Ничего у меня не разгибалась правая нога. А когда я вчера упала, я почувствовала, что постепенно... Где вы упали? Споткнулись в этой деревне? На поле не было. Поезда я ожидала. Когда вчера поезда ожидали? Ну да. Вас снес он, да, вчера здесь? Да. Я понял. А видите, у сестрички чувство вимора есть. Не только я снес. Поезд вчера снес, а потом вы встали и... Поезда нет, и костыри нет. Я не могла встать, у меня ребята поднялись. Ребята подняли. И что произошло? И когда во время того, когда Елена лежала, у меня распрямилась правая нога, коленки и ноги. АПЛОДИСМЕНТЫ В 6 лет, и я не могла разгибать коленки. То есть была боль. И в 6 лет. Да, я спотис целил. Когда я спала, то я на левую ногу ложила подушку специальную, купили мне, а потом ложила правую ногу с коленом, чтобы не так болело. Потому что больно же было. Мне 28 мая в 2 часа дня исполнилось 89 лет. Ну, думаю, доживу до 100 лет. Из 80 лет я 62 года отработала учителем в школе. В старших классах преподавала. Кругом ездили по всем божественным церквам, молилась с пеленок, потому что, когда я родилась, были набеги на попов. Я объездила очень много по своему свету и с учениками, и с семьей, и со своей, и сама. Я очень много видела. Но вот такого одухотворения, как здесь, я прям приняла, как будто бы я напилась какой-то воды. Здесь не такой, как дома пела. Вот, да. Знаете, у меня правая нога. Уже 6 лет коленка не разгибалась. Я когда дома сплю, я всегда ложу на левую коленку подушку. Эту подушку правую ногу согнутую. А вчера я охала, даже спала и охала, когда у меня нога стала разгибаться здесь. После молитвы я лежала на ковре и почувствовала, что у меня разгибается правая нога в коленке. И вытянулась сама просто. И мне хотелось даже тапочки, туфли снять с ноги. И у меня появилась такая теплота во всем теле. Началась с груди, вот именно вот отсюда, где дышишь. Вот, и мне так приятно стало, вроде бы жарко. И я головой пошевелила, и мне кажется, у меня лицо немножко открылось. 6 лет я ходила на костылях. И сейчас, придя в нашу школу, дух меня сцелил. Я просила, когда, уходя из этого зала к себе в комнату, где нас поселили, просила Иисуса Христа и всегда молилась. Даже еще и не уезжая в вашу школу, я не понимала, как молиться. Правильно я молилась или неправильно, но я молилась. Бог вам всем здоровья и всех благ. Я не верю, что я вот так долго могу стоять. Я раньше не могла долго стоять. Мне надо было облокотиться или что-то опереться. А сейчас я стою и даже не качаюсь. Я хотела бы все те, кто страдает, не раздумывая, приехать в нашу школу и исцеление получить таким же образом, как я. Я ни на что не надеялась, потому что прошло 6 лет, поможет мне или не поможет, но я думаю, все равно что-то должно помочь. Я верю в Иисуса Христа, самого Бога, я должна поехать. Дочь говорит, мама, вот у меня дочь там сидит в зале. Мама, ты не кайся, что ты приехала? Да нет. Давай, говорю, еще запишемся, еще приедем. Хочешь? Я говорю, хочу. Записываемся. Давай, давай. Так что спасибо, ребята, вам большое, пребольшое. Я хочу, чтобы все люди поняли, как хорошо в вашей школе и что действительно есть помощь большая. Молодец. Очень хорошо.